Вячеслав Алексеевич Никонов, председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке, пожалуйста. Дорогие друзья и, прежде всего, дорогие учителя, я от всей души хотел бы поздравить вас с этим замечательным праздником и пожелать вам и творчества, и, главное, благодарных учеников. Александр Сергеевич Пушкин действительно 190 лет назад в эти октябрьские дни, собственно, и сформулировал, как надо морально относиться к преподаванию истории. Два чувства дивно близки нам. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. Но я напомню следующую строчку из этого пушкинского стихотворения. «Животворящая святыня». Животворящая святыня. Вот как должны воспринимать историю те, кому мы преподаем историю. И еще одна цитата Владимира Владимировича Путина 30 июня этого года под Ржевом. Когда он открывал памятник, он сказал, «Они шли в бой, чтобы мы жили под мирным небом, работали, любили, созидали, гордились Россией, страной уникальной цивилизации, великой культурой, страной, где связаны воедино судьба, надежда и устремление многих поколений наших предков, моих наследники, продолжаем этот непрерывный тысячелетний исторический путь. Российская цивилизация». Я взял эту цитату из своей книги, которая так и называется «Российская цивилизация». Я благодарю издательству «Просвещение», которое успело подготовить эту книгу за вот это короткое время к нашему сегодняшнему форуму. Российская цивилизация. Россия как цивилизация. Нам часто говорят, мы сделали неправильный цивилизационный выбор. Кто-то вообще считает, что сейчас делает цивилизационный выбор, как украинцы. Цивилизационный выбор был сделан до нас, давно, святым равноапостольным князем Владимиром. И это был безупречный выбор. Как справедливо недавно сказал академик Карпов, мне понравилось. В тот момент выбор между Византией и Римом был сродни сегодняшнему выбору между Парижем и Бантустаном. И это так. Потому что Константинополь тогда, конечно, был столицей мира самой цивилизованной. Византия была самой цивилизованной страной. Если кто-то с ней мог тогда конкурировать, то только Китай. И мы получили основы нашего образования, нашей культуры, Слово Божие на родном языке оттуда, из Византии, а не из Рима, где в тот момент жило порядка 20 тысяч жителей, ни один из которых даже не задавал себе вопроса, что это за руины вокруг. Даже не знали, что это такое. Это был безупречный выбор, и безупречность его подтвердила хотя бы то, что когда Анна Ярославовна стала королевой Франции, она была самым образованным человеком при дворе Генриха Первого. Это был безупречный выбор, потому что если бы мы его не сделали, мы бы не были никогда великой державой, мы не были бы Россией, мы не были самой большой страной на планете Земля. Да, мы могли бы быть Эстонией, Литвой, но мы стали Россией благодаря этому выбору. Очень часто можно услышать, какая же мы цивилизация, если мы бесплодны. Вот эта Чаадаевская линия на то, что Россия способна только давать пример того, как не надо поступать, она, к сожалению, очень живучая. Мы постоянно испытываем какие-то комплексы национальной неполноценности, самоуничижение. Нам постоянно надо почему-то в чем-то оправдываться, хотя никаких оснований для этого нет, и никакая наша цивилизация не бесплодна. Если в мире где-то произносят великая литература, то имеют в виду Толстого и Достоевского. Когда произносят сочетание театр, драма, имеют в виду Станиславского и Чехова, и никого-то другого. Когда произносят великая музыка, да, имеют в виду Чайковского, Рахманинова, и многих других. Когда вспоминают те или иные достижения человечества, то очень часто забывают Россию, но химия – это Менделеев. Физиология – это Павлов. Иммунология – почему мы были первыми, кто создал вакцину? Потому что это Мечников, Нобелевский июля, 1906 года, и человек, который имеет наибольшее количество номинаций в истории на Нобелевскую премию – Илья Мечников. Когда произносится радио, это Попов, телевидение, это Зворыкин, Космос. Это Королев, это Гагарин, ядерная энергетика, это Курчатов, Зельдович, Харитон и далее по списку наших великих ученых. Лазеры, Прохоров, даже мобильная связь – это, извините, мой недавно ушедший из жизни коллега по Государственной Думе, Нобелевский лауреат Жаря Салферов. А что там еще-то осталось? Почему мы считаем себя бесплодными? Как-то я был на Филиппинах, открывал там центр русского мира и спросил, кто у вас национальный герой, символ ваш национальный. Мне сказали – Пакьяо. Я не сразу понял, Пакьяо – это чемпион мира по боксу в легком весе. И что нам достаточно, чтобы чувствовать себя великой державой, в стране с 90 миллионами населения, им достаточно одного Пакьяо. У нас, извиняюсь, в стенах Государственной Думы сидит не менее десятка гораздо более выдающихся атлетов, чем Пакьяо. А у нас есть еще и все остальное, о чем я сказал, и многое другое, чего я не сказал. Потому что на самом деле наша цивилизация, она была одной из самых плодотворных. Иначе она бы не была всего лишь одной из двух цивилизаций, стран, которые имеют 500 лет суверенного существования. Когда нас никто не завоевывал, мы не были под чем-то контролем. 500 лет суверенного существования – вторая такая страна – Англия. Но у нее, согласитесь, были гораздо меньшие геополитические проблемы, гораздо более спокойное геополитическое окружение. Конечно, мы должны чувствовать свою национальную гордость, не закрывать проблемы на те недостатки, мерзости, которые были у нас, как и в любой другой стране. Но нам надо защищать и символы своей истории, своей идентичности и своего суверенитета. И один из них, конечно же, наша победа. Алексей Константинович много об этом сказал и сказал абсолютно правильно. Я бы хотел обратить внимание на один момент. Почему никто никогда не поймет наше отношение к победе? По одной простой причине. Потому что ни у кого и никогда такой победы не было. Никогда. Это была победа, достигнутая самой большой ценой, над самым страшным врагом в истории человечества, целой самых больших напряжений человеческой воли. Мы должны воспитывать из наших ребят, чьи глаза я вижу с трудом из-за цвета, который бьет мне в глаза, но мы должны из них воспитывать тех, кем они на самом деле являются, победителей. У них должна быть психология победителя. Чтобы в любой момент своей жизни, в самую тяжелую минуту, они могли встать, гордо расправить плечи, вспомнить о своей принадлежности к великой цивилизации и сказать, наше дело правое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Спасибо.